Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Айдын Слепцов, Михаил Эверстов и в нашей студии гости, которых я тороплюсь представить. Главный специалист Департамента государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования Министерства образования Республики Саха-Якутия Надежда Захарова. Надежда Игнатьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Исполняющая обязанности заместителя директора Республиканского центра психолога-медико-социального сопровождения Татьяна Алёшина. Татьяна Сергеевна, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Тема эфира звучит как «Профилактика поведенческих нарушений у несовершеннолетних образовательных организаций», то есть мы будем говорить об учащихся школ и колледжей. Я бы хотела начать наш эфир с того, чтобы понять вообще, что такое поведенческие нарушения подростков. Мы будем сейчас говорить об этом возрасте. И хочу немножко пояснить свой вопрос, потому что, на мой взгляд, поведенческие нарушения, то, как я это вижу, чаще эта тема больше со взрослыми связана. Взрослые не умеют себя вести, и иногда то, что касается детей, если ребенок говорит о том, что чего-то он не хочет или ему что-то не нравится, прямо заявляет об этом. Мне кажется, это, наоборот, большой плюс и победа для ребенка. Взрослые считают это не нормой, когда он непослушный, когда он имеет какую-то смелость заявить о своих желаниях или нежеланиях. Сами взрослые, мне кажется, часто нарушают нормы. И я думаю, что если взрослые будут думать о своем поведении, то тогда ничего не придется делать с детьми, потому что дети, они часто копируют взрослых. Что вы думаете про это? И все-таки, если вернуться к формулировке, что есть поведенческие нарушения у несовершеннолетних? Ну, я сейчас скажу, как на мой взгляд, и вообще как это в нормативных правовых документах, и вообще как это у нас принято. Получается, есть общепринятые нормы социальные обществом, в котором ты живешь. Есть нормы, которые закреплены законом, есть нормы, которые привиты нам нашей нацией, нашей малой родиной. В каждом поселении, у каждого общества есть свои общепринятые нормы. Помимо этого, у нас, так как мы живем в многонациональной республике, у нас есть общепринятые нормы, которые нормативно-правовым образом закреплены в документах. И вот в соответствии с этим общепринятым нормам, отклонение от этих общепринятых норм, вот это и является нарушением. Если, допустим, поведение одного человека мешает нормальному развитию жизни другого человека, тогда это получается отклонение от нормы. А вот расскажите какие-нибудь примеры, чтобы понятнее было, с какими ситуациями вы сталкиваетесь, которые про нарушение поведенческих норм. Вообще в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних мы работаем уже около 10 лет, получается. И по итогам анализа всяких случаев, которые происходят, резонансных, нерезонансных, когда вот ребенок совершает какое-либо правонарушение, да, какое-либо отклоняющееся поведение у него проявляется, по итогам анализа мы в основном всегда в 80 случаях, да, приходим к выводу, что у ребенка всегда наблюдаются нарушенные детско-родительские взаимоотношения, получается, которые проявляются именно вот отклоняющимся поведением, да. Как я всегда говорю на курсах повышения квалификации, которых читаю лекции, отклоняющееся поведение ребенка — это крик его души о помощи, получается. Значит, ребенок чего-то внимания недополучил от родителей в свое время, да. Даже вот когда мы наблюдаем за ребенком в младенческом возрасте, когда вот мама занята и не может обратить внимание на ребенка, он, чтобы обратить внимание на себя, что-то опрокидывает, плачет, громко кричит, нарушает нормы его семьи, да, получается. Вот отсюда вот все это исходит, истоки начинаются отсюда. Мне кажется, это очень большая проблема, да, то, что ребенок, если кричит, если он ненавидит и злится, то это нарушает какие-то нормы. Мне кажется, вот в этом прям глобальная проблема. Пусть он кричит, пусть он злится, пусть он ненавидит, и пусть он рассказывает и показывает из своих чувств. Потому что если в семье его это утрамбуют, да, он потом выйдет и будет стоять, например, как-то проявлять эту агрессию в пространстве социума, на тех, кто слабее, потому что его, те, кто старше, задавили. И вот как раз-таки мне кажется, что в семье, если бы не было, да, ну это, конечно, об этом только мечтать, насилие эмоционального, психологического, физического над детьми, то и детям бы не приходилось быть агрессорами, когда они идут в школу и, например, унижают своих сверстников. Смотрите, вот, например, ситуация, когда подростки обижают другого подростка. Они, да, могут же, есть случаи, когда очень сильно агрессируют в сторону одноклассников, в сторону одноклассника другие одноклассники, да, и это большая проблема. Да, эта проблема у нас стала уже вот в начале 2010-х годов, получается, и мы с 2019 года стали мониторить вот такие случаи, анализировать и проводить служебные расследования, почему так происходит, анализировать причины и условия, способствующие вот таким поведением детей, да. Это всё называется буллинг. Он проявляется не только вот физической агрессией, да, это может быть и кибербуллинг, травля детей через интернет-пространство, получается. Ну, опять же, взрослые, сколько нас таких, которые грешат этим, это в комментариях, да, например, выставляя какую-то там свою агрессивную реакцию, да, или там унижная человека. Вот вы ответили на свой вопрос, в чём причина, да. Одна из причин, это дети копируют нас взрослых, получается, да. Это поведение, если сидит в нас, если сидит такое поведение в обществе, как пример, они всё равно это копируют. Мне кажется, это вообще, когда дети рожают детей, да, потому что сами взрослые, они сами дети. И сколько таких, которые скрываются за какими-то там никами, да, безликими абсолютно, но вот так выносят свою агрессию, чтобы, в общем-то, это было инкогнито, но тем не менее, это ведь есть, и дети тоже, конечно же, повторяют. И в данном случае вот всегда в социальных сетях, в Инстаграме, на агрессоров, буллингов всегда всё общество начинает накидываться, да, и не только в социальных сетях, это и в жизни получается. Но на самом деле же агрессор, когда вот агрессор ситуации буллинга, он тоже в своё время когда-то встретил агрессию, поэтому он так вот пытается самоутвердиться, самовыражается. Это его защитная реакция получается. И если в своё время с жертвой буллинга не провести профилактическую работу с психологами, социальными педагогами, да, с его родителями, да, родители в этот, жертв буллинга тоже очень сильно страдают, по идее, как ребёнок, да, сам. И поэтому социально-психологическое сопровождение тут только не с ребёнком, а со всей семьёй его, с окружающими должна проводиться, чтобы избежать того, чтобы этот ребёнок впоследствии стал сам агрессором по ту сторону. Всегда же, когда встречаются агрессоры и жертвы, они обмениваются. Кусочек агрессора берёт от жертвы, вернее, он уже у него есть, да, жертва обменивается энергией агрессора. И поэтому дальше это будет вот такая вот цепочка, если это не остановить, и если не оказать помощь вот на таком этапе. Вот ваши учреждения, вот ваш центр, да, ваш департамент, они нужны для разрешения вот таких ситуаций. Какой алгоритм обращения к вам? Допустим, вот произошла в школе такая история, да, есть родители, дети которых агрессоры, есть родители ребёнка, которых жертва. Вы можете им как-то в этой ситуации помочь, если да, то как? И как выйти на вас? Да, конечно, здесь я, наверное, отвечу. И наш центр, Республиканский центр психолога-медико-социального сопровождения, он как раз-таки и нацелен на оказание помощи родителям, да, и детям, которые стали, ну, и жертвой тех или иных, скажем, таких ситуаций, да, так и агрессорами, как мы вот говорили. В наш центр очень легко попасть. То есть стоит позвонить по номеру телефона 570-110, и мы с радостью запишем желающих на нашей консультации к узким специалистам, да, в части вот, если проблемы детско-родительских отношений, то, конечно, педагог-психолог будет работать с этой семьёй до момента, когда семья скажет, что... Это бесплатно будет, потому что ребёнок подросток, да? Да, это все обращения детей до 18 лет в наш центр, они бесплатные. То есть в наш центр может позвонить сам ребёнок, если он достиг 15-летнего возраста, да, и подойти на очную консультацию. То есть мы проводим консультации, ну, в трёх известных сейчас форматах. Это очная консультация, это телефонное консультирование, и это консультирование с использованием онлайн-форматов, то есть Zoom, WhatsApp-звонок, либо другие вот дистанционные формы, да. Как родитель, так и ребёнок, он может анонимно пройти консультацию, да, а может, конечно, ну, со всеми персональными данными. Мы никаких ограничений не делаем. Смотрите, это будет 100%, что помощь нужна родителям, потому что дети, они всё равно зеркалят взрослые какие-то семейные ситуации, или, допустим, родители, там, один в семье агрессор, другой жертва, и ребёнок будет это демонстрировать где-то в социуме, вот эту же программу. И, допустим, мама привела ребёнка, сказала, вот, смотрите, мой ребёнок агрессор, да, или мой ребёнок жертва, помогите. Однозначно помощь нужна ей, а ребёнок может в это время просто как-то заниматься своей жизнью. Родителям нужна помощь. Вы будете им помогать, это взрослым людям тогда, это уже бесплатно? Ну, это же представитель ребёнка, это тоже бесплатно. Ну, вот, в подтверждение ваших слов, я хочу сказать, что бывают такие случаи, и они практически в 70% всех обращений в наш центр, когда приводит ребёнка, родитель, да, и начинаешь работать с родителем, ребёнок-то, в принципе, это ничего, как бы не требуется большого вмешательства, да, вот специалисты, а именно с родительскими чувствами, с родительскими переживаниями, с родительскими какими-то детскими травмами приходится вот работать, и когда действительно родитель переживает вот эти вот все моменты и отрабатывает их, и у них действительно налаживаются отношения, родитель смотрит на своего ребёнка совершенно по-другому, и эта проблема, по которой они пришли к нам, да, к психологам, она исчезает. Есть же вообще абсурдные ситуации, когда в семье происходит конфликт, допустим, есть, например, мама, есть отчим, и есть ребёнок, да, и у отчима с ребёнком сложные отношения, и ведут ребёнка, что поговорите с моим ребёнком, что-то с ним не так. Однозначно же нужно разговаривать с выбором мамы, да, почему выбором такой мужчины, и почему у отчима, на чьём месте ребёнок, и что происходит у взрослых, не у ребёнка. Вы сейчас об идеальных исходах говорите, когда родитель обращается к специалисту. Зачастую у нас в обществе принято так, что мы смотрим на психологов, как на псих... У нас остаётся 30 секунд, извините, что вас перебиваю, и мне жаль, потому что во втором блоке у нас будет другая гостья, а с вами мы попрощаемся. Но я жду вас ещё в нашей студии, и я надеюсь, что мы продолжим разговор в ближайшее время, потому что тема актуальная. А сейчас мы на короткую рекламу уходим, не теряйте нас, мы скоро вернёмся в прямой эфир. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск. Сегодня» в нашей студии гости, исполняющие обязанности заместителя директора Республиканского центра психолога-медико-социального сопровождения Татьяна Алюшина. Татьяна Сергеевна, вновь вас приветствую. И у нас есть новый гость, новая гостья, психолог-педагог Республиканского центра, психолога-медико-социального сопровождения Елена Семёнова. Елена Никитична, здравствуйте. Спасибо, что вы присоединились к нам. К нам мы говорили в первом блоке о том, что не всегда родители обращаются за помощью психолога, когда происходят какие-то ситуации с их детьми. Ну и дети, наверное, тоже не имеют такой привычки в силу того, что она не очень популярна в нашем социуме среди взрослых. В чем вы считаете основная причина того, что редко обращаются за помощью к психологам? Хотя на сегодняшний день у нас каждый второй психолог, в общем-то, в Инстаграме открываешь там, нет проблем найти психолога и нет проблем получить хорошую, качественную консультацию, информацию даже бесплатно. Ну, считается, что родители всегда, если обращаются к психологу, то должны иметь какие-то очень сложные проблемы. На самом деле, вообще, сложности в воспитании, это на самом деле очень нормальная ситуация. Имеется в виду, никто же не учит родителей в специальных институтах, какими быть родителями. А каждый идет своими ошибками, своими сложными путями. Действительно, вот как воспитывать, в этом, наверное, совершенно идеальных таких педагогов тоже нет. Но дело в том, что здесь, наверное, вопрос все-таки, насколько я готов открыться, насколько вот довериться. И самый главный страх для родителей, это получить оценку, что я, оказывается, не очень хороший, не положительный родитель, не успешный родитель. Это, к сожалению, самая большая, наверное, самая большая тревога, самый большой страх. Может быть, еще родители тревожатся за судьбу своего ребенка, что если часто он будет посещать психолога, к нему приклеится клеймо, что он какой-то совершенно неустойчивый. И в дальнейшем это может повлиять на что-то. Это же на самом деле не так. На самом деле это, наоборот, только будет плюсом. Хотя, в принципе, чего вводить ребенка? Займись своей головой и подлечись сам. И твой ребенок будет себя чувствовать прекрасно. Да, и было бы хорошо, если все это так понимали. Дело в том, что действительно до 12 лет ребенок отзеркаливает состояние родителя. Имеется в виду, родитель не потому ошибается, не потому, возможно, какие-то сложности встречает во взаимоотношениях с ребенком, что он плохой, там какие-то плохие ценности, например, ребенку показывает. А именно потому, что состояние у него нересурсное. Просто в это время он сам в каких-то проблемах, какие-то сложности в жизни. Таких проблем в жизни у любого человека много. И в этом плане, вот вывести этот период в какое-то позитивное направление, это человек должен решиться попросить помощи. Вот в этом плане несколько есть сложностей. Ну это опять же какая-то программа, если в семье стыдно выносить ссоры из избы, стыдно просить о помощи, редко кто умеет это делать вообще, то естественно ребенок будет точно так же себя вести. Сегодня есть у наших слушателей и зрителей возможность попросить о помощи в какой-то ситуации, возможно, которая на сегодняшний день вас тревожит слушатели и зрители, дорогие. Звоните 32 00 66 32 11 66 и напрямую можете задать вопрос, либо можете узнать, как обратиться за помощью, тем более, что в вашем центре помощь бесплатная. Сколько времени существует ваш центр, наверняка есть какие-то истории, которыми вы гордитесь. Расскажите в общих чертах, не называя, естественно, ни имен, ни фамилии, мы даже можем не называть пол ребенка, возраст ребенка, или там, вот когда вы помогли или ребенку, или родителям ребенка. Ну таких историй, конечно, есть. Наш центр на протяжении 25 лет уже работает, да, 26 даже. Вот в ноябре 26 лет, 21 года, центру исполнилось. Поэтому за такую продолжительную историю, конечно, примеров достаточно. Но хочется сказать, что очень откладываются в памяти такие примеры, когда родитель приходил на прием с полным, знаете, таким впечатлением, что ладно, я приду и посмотрим, что вы со мной сделаете. И когда начинаешь с такой семьей отрабатывать, и родитель понимает, что, оказывается, причина-то совсем не в ребенке, да, а в каких-то его страхах, в каких-то переживаниях. И родитель начинает меняться, и потом действительно приходит с благодарными такими словами, что вы нашу семью спасли от развода, да. Вы нашу семью спасли, там, от последствий переезда в другой регион или еще. Ну, конечно, вот Лена Никитична, как практикующий психолог, у нее, конечно, таких историй больше. Ну, вот у нас, конечно, да, есть такие случаи, когда сам клиент рекламирует, да, тем или иным способом, да, вот я пришел к специалистам, абсолютно там случайно мимо проходил, решил зайти, и мне помогли, пожалуйста, приходите, вам помогут. Конечно, когда вот родитель или ребенок приходит к специалистам, больше эффект получается, да, нежели вот мама, имеющая проблемы, да, придет на кухню к своей подруге, и которая даст ей совет из своей жизни, и не всегда он будет эффективен в, скажем так, в среде подружки. Поэтому хочется сказать родителям, нашим слушателям, да, горожанам, гостям столицы, что не бойтесь приходить к психологу. Психолог — это тот человек, который не дает готовый совет, да, а помогает тебе самому найти вот эту тропиночку и выход из той ситуации, которая сложилась. Поэтому сейчас действительно, вы правильно сказали, в нашем городе достаточно много услуг психологических. Это и такие центры, вот, как наш, да, это и частные центры, и частные практикующие психологи. Поэтому на любой выбор, на решение клиента по советам, по отзывам, то есть выбрать можно. Я бы еще хотела коснуться вопросов методик, которыми вы работаете. У нас есть вопрос слушателя или зрителя. Давайте выслушаем, а потом я задам свой вопрос. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Житель Родина Кучка. У меня вопрос такой. Я вот многих психиатров слушаю, слушаю, вот тогда, и большинство этих психиатров, такие холостые, да, и пожилые есть, и молодые. Они сами не знают, что такое жизнь, равнополыми, да, тогда вот. Муж, жена как должен воспитать детей? Как они могут объяснить свою дочь у семьи проблемы? Хороший вопрос, кстати. Ну, я, например, придерживаюсь того, что лучше быть одному, да, чем в абы какой семье поддерживать этот статус, что, а, я психолог, у меня есть семья, значит, у меня все в порядке. Там в семье черт ногу сломает, да, там и проблемы выше крыши. Поэтому, может быть, честнее быть в одиночестве в таком случае. Ну, а я все-таки согласна с нашим слушателем или зрителем, что как человек может помочь, например, в чем-то, да, чего он сам не достиг. Ну, выбор зато есть сейчас специалистов самых разных, да. Ну, не нравится вам этот холостой специалист, можно выбрать уже человека, который семейный. В этом плане сейчас, думаю, что выбор-то действительно есть, да. Я, наверное, больше всего, ну, внимания, вернее, как бы сразу услышала то, что путают нас с психологов, все-таки с психиатрами. Вот как раз зритель тоже говорит, что это, ну, как бы психиатры. Действительно, к сожалению, и до сих пор путают понятия психолог и психиатр. Ну, действительно, мы и те, и эти специалисты работаем с душой, с понятием, там, действительно, того, что касается именно состояния эмоционального, там, психологического и так далее, с этим работаем. Но четко разделяются мы тем, что мы работаем с детьми, которые по тем же критериям в норме, то есть они не имеют каких-то заболеваний, касающихся вот душевных состояний, да. А психиатр это все-таки тоже человек, который больше занимается с более крайними нарушениями, которые относятся к заболеванию. Я, кстати, передумала, я вот подумала, что вот врачи же есть, да, не обязательно же врачу болеть всеми болезнями, которые он лечит, да, чтобы знать это на личном убедении. Это точно так же и психолог, он может быть и неженатым, и бездетным, но, в принципе, с тем багажом знаний он может помочь в решении каких-то семейных проблем. Ну, хочется добавить, можно, да, Леонид Никитич? Ну, вот вспомним нашего великого педагога Антона Семеновича Макаренко. Он тоже не был женат, у него не было своих детей, но при всем при этом его труды... Наверное, смотрела, думала, слава богу. Не, ну, вы знаете, но все-таки вот его труды по сей день актуальны, и вот его учение, да, оно живет. Так хорошо зная детей, я, наверное, думала, я сделала правильный выбор своей жизни. У нас есть вопрос, слушатели, извините, что перебиваю. Алло, здравствуйте. Так, у меня такой вопрос. Представьтесь, пожалуйста. У меня была попытка суисида, но причиной было такие конфликтные отношения с матерью. И психолог, в общем, после работы с ребенком и матерью, сказала ребенку, девочке, что мама виновата в том, что у нее была такая попытка к суисиду. И вот с тех пор, с этого момента между матерью и девочкой еще более усугубились отношения, еще сложнее стали. И вправе ли психолог говорить такую правду в глаза ребенку? Вот такой вопрос. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что это и так понятно, что мама виновата, а кто виноват, когда речь идет о взрослом и о ребенке. Ой, давайте в случаях суисида не искать только одну причину, только одного человека в чем-то обвинять. Потому что вообще суисида – это понятие многофакторное. И в тот момент, да, возможно, огромную часть берет на себя действительно ответственный за воспитание родитель. Просто потому что он взрослый. Именно в суициде, тем не менее, хочу сказать, что есть еще доля так называемого патологического, возможно, какие-то проценты патологии, может быть, каких-то заболеваний. Системный опыт может быть, да, просто. Да, и, возможно, даже родословных и наследственных тоже сложностей. И в этом плане не хочу сказать, что только одна ссора, только какая-то одна причина могла бы послужить именно причиной суицидального поведения. Я с вами согласна. Давайте продолжим этот разговор буквально через две минуты. Сейчас на короткую рекламу идем и вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии педагоги-психологи Республиканского центра психолога-медико-социального сопровождения Елена Семенова и Татьяна Алешина. Мы продолжаем разговор о поведенческих нарушениях. Одно из поведенческих нарушений – это когда ребенок начинает как-то заигрывать со смертью. Вот предыдущий вопрос говорила о том, говорила наша слушательница или зрительница о том, что вот такие ситуации возникают, к сожалению. И я бы хотела немножко пояснить, когда я сказала, да, я согласна, что мама виновата. Я к тому говорю, что когда речь идет о взрослом и о ребенке, все-таки взрослый все равно несет больше ответственности. И там больше вины, чем в истории с ребенком. Потому что в силу возраста просто ребенок не может каких-то вещей понимать, не может каких-то вещей учитывать. И может быть вина в том, что нет доверия между мамой и дочерью, раз такие вот мысли возникают у ребенка. И может быть не было каких-то разговоров, которые смогли бы это доверие организовать между ними, каких-то диалогов. Я сейчас еще хочу вопрос подключить нашего слушателя или зрителя. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, слушая нас. Хангалас Кулус, Валерий Иванович. Да, Валерий Иванович. Светлана, я хочу вам сделать комплимент. Вы очень хорошо ведете передачу, мне нравится, как вы ведете. Вот я недавно стал слушать веку сегодня, и мне понравилось. Потому что вы умеете вот вопрос поставить к радиослушателю, и умеете вопрос поставить к гостю студию. Обычно ваши редакторы только на стороне гостей студии бывают, а вы вот такой вопрос можете поставить и гостю студии. Спасибо вам огромное за внимание и за добрые слова, что на что время позвонить. Спасибо. Я хотел бы психологу задать вот такой вопрос. Психологи для нас простых людей, допустим, якутиан, деревенских людей, на общибе живут, допустим, у нас виситие люди живут. Они для них примерно как встреча с президентом или встреча с Господом Богом. Они не знают, что такое психолог. Не все знают. Вот вы да, если говорили, я с вами согласен. Потому что это расплычатый как-то, понимаете, психолог, кто он, а что, потом, потом что будет. И вот правильно сказали, что некоторые даже боятся встретиться с психологом. Поэтому я хочу небольшой пример, Светлана, привести. В Японии детей обучают участковому полномоченному полицейскому с детского сада. Участковый приходит в детский сад и пьет чай вместе с садиком, с ребятишками. Вместе на прогулку ходит участковый, как будто их не няня. А затем они постарше в школе стоят и к нему в бочку заходят на пост. Там тоже кофе пьют, разговаривают. И вот они даже ему говорят, что вот у нас освободился в квартале заключенный. А он что знает? Потому что он с детьми все время вместе. И вот с детских пор я что хочу сказать? Они приучают психолога. А на психологе-то видим мы в 10 раз, один раз. И когда коснется, когда вот гром грянет, мы начинаем креститься. Поэтому вот как думают психологи насчет этого? С детства привычать к культуре психолога. Потому что это человек нужный. Спасибо, Светлана. Валерий Иванович, спасибо вам большое. Оставайтесь с нами. Хороший вопрос, потому что действительно страх присутствует, когда человек решается пойти на консультацию. Так сложно, так страшно открываться. Я почему еще хотела про методы работы поговорить. Потому что сейчас очень популярны, когда с семьями приходят. В смысле, как популярны. Сейчас есть такая методика. Непопулярно это в нашем городе. Непопулярно в России. Но это с хорошим резонансом такая работа проходит. И как раз таки не практикуется. Это так часто, как хотелось бы. Из-за того же страха. Потому что страшно прийти. И страшно сидеть перед психологом. И быть открытым и ему, и своим домашним, своим родным людям, своей семье. Что делать с таким страхом? Действительно, из-за того, что нет навыка? Когда зритель говорит о том, что мы идем как к Богу или действительно как к духовнику. Это действительно большое доверие и даже очень большие ожидания от специалиста-психолога. Ну, и это действительно ставит нас под большим таким выбором. Да, ворчевание души. И что решения должны быть приняты именно такие жизнерасполагающие, скажем так, что нужно обязательно приходить как к духовнику. Да, с одной стороны, я согласна, что действительно те решения, которые мы принимаем вместе с клиентом, они меняют человека. Они действительно должны именно поменять в позитивном направлении. Не так, как вот до этого говорили, да, наоборот, ставить друг перед другом, наоборот, как враги. Здесь просто хочу сказать, что как специалист все равно должен идти на развитие. И это другое дело, когда ты к начинающему специалисту идешь или к уже такому профессионалу, например, да. И в этом плане вы можете встретиться с человеком, со специалистом на любом этапе его развития. Да, бывают трудности, да, бывают какие-то ошибки, возможно. То, что говорили до этого, например, факты, что с психологом там что-то не получилось. Да, но есть еще другие специалисты. Можно идти к тем, кто более заслужил, например. Да, может быть, когда ты будешь искать, прийти к одному, да, прийти к другому. Когда вот этот вот поиск, он немножко человека как бы сделает уверенным. А знаете, почему мне кажется страшным? Потому что вот диалог с психологом, он все-таки приводит же человека к самому себе. А мы себя не знаем, нам страшно смотреть на какие-то свои детские травмы. Нас не учили этому никогда в детстве. Вот опять же там мы говорили, да, в первом блоке, что когда ребенок начинает плакать, кричать, он боится и нарушает вот какой-то привычный уклад семьи. То есть он опять начинает уже надевать на себя маски, чтобы нравиться родителям. Мы не знаем себя. И потом, когда мы пытаемся себя узнать, нам, конечно же, страшно. Мы больше всего боимся вот этой правды о себе. И наша главная задача не ставить оценки никому, ни за какие оценки. Да, мне кажется, если ты никому-то не понравишься, это наоборот, вот это даже и хорошо. Зачем нравится вообще всем? Нет, я к тому, что психолог не оценивает. У нас как раз взгляд должен быть именно безоценочный. Да, ошибки есть, да, сложности, да, в чем-то не видят. Да, действительно страшно смотреть на это. На то мы и должны быть специалисты, чтобы помочь человеку, дать ресурсы, чтобы человек смог бы посмотреть на то страшное, что у него. Мне кажется, тут тоже должен быть выбор. Может быть, кому-то подойдет психолог, который будет как лояльный такой мама-папа для тебя, такая мама, которой не было в жизни, которая все говорит, да, все замечательно. А кому-то нужен психолог, который будет говорить, нет, вот не так, и вот так, и так, наоборот, такой сплетью, да, и опять же резонанс может быть у одного вот такого диалога, у другого другого. Вы хотели что-то дополнить? Я хотела дополнить, да, вот к вопросу о том, что психолог должен входить в жизнь ребенку с детского сада, да. Сейчас к большой радости у нас педагоги-психологи в детском саду тоже есть, и они работают. И вот хочется сказать, что у нас в нашей республике есть такой замечательный праздник психологии, да, как месячник психологического здоровья. И вот в рамках традиционных месячников психологического здоровья, которые проходят два раза в год, это весной и осенью, как раз-таки идет популяризация профессий и услуг психологов. Приглашаются родители в школу, приглашаются психологи, ну, куда-то, допустим, в дом культуры, ну, для проведения таких каких-то всеобучий, мастер-классов и так далее, да, где родители могли бы посмотреть, как работает психолог, какими формами и методами он владеет. Удобно ли будет мне прийти к этому специалисту со своей душевной какой-то раной или проблемой. Поэтому, уважаемые родители, хочется сказать, что каждый октябрь и март месяц в ваших образовательных организациях, неважно, это детский сад, либо это школа, либо это колледж, проходит такое мероприятие. Обратите внимание на те, значит, пригласительные, когда вас приглашают на какую-то ярмарку или мастер-класс, и обязательно посетите, и вы тогда, может быть, найдете своего специалиста, которому вы будете ходить с радостью для профилактики различных тревожных состояний себя и своей семьи. Вообще, я думаю, все поведенческие нарушения, да, ну, во-первых, что есть норма, что не норма, это еще спорный вопрос, да, но вообще вот любые какие-то вот вещи, когда человек привлекает к себе, там, нарочитое внимание, крик это, да, или же это, может быть, какие-то внешние вот такие вот проявления. Сейчас же очень много подростков, да, ну, как очень много, встречаются подростки, которые очень странно выглядят. Например, они могут нарочито, небрежно выглядеть, они специально игнорируют гигиену, они могут быть с длинными ногтями, там, с какими-то волосами могут быть в беспорядке или как-то странно выкрашены, да, то есть они вот даже вот так вот, может быть, какой-то это какой-то протест, да, мне кажется, любые поведенческие нарушения – это внимание, привлечь внимание, которого не достало от главного человека в жизни каждого из нас, это от мамы. И потом мы вот эту вот маму ищем среди окружения, да, среди других людей, пытаясь у кого-то это внимание уж кто как может вытянуть и получить. Поэтому мне кажется, что вот такие акции, которые проводятся в вашем центре, когда ты можешь прийти и получить внимание себе, да, сделать для себя подарок, просто найти специалиста, который будет с тобой там 40 минут или час, сколько у вас длится обычная консультация, кстати. До полутора часов. До полутора часов – отличное время, когда ты получишь вот этот взгляд прямой, глаза в глаза, когда человек будет говорить о тебе, ты можешь о себе рассказывать, и таким образом напитаться, может быть, контрперенос сделать на психолога, как на маму, да, и напитаться вот этим вниманием, вот этой вот любовью, и порадовать себя так, потому что, в принципе, родители уже все, что могли, дали. Нам приходится либо самим потом быть себе какими-то родителями идеальными, да, либо вот так с помощью психологов какие-то раны себе бинтовать. Спасибо вам большое, что вы сегодня нашли время быть в нашей студии. Может быть, у вас есть какие-то еще общие рекомендации, и можем еще раз назвать ваш телефон, по которому могут обращаться и родители, и дети. Да, хотелось бы сказать родителям, будьте ближе к своим детям, интересуйтесь их жизнью, принимайте во внимание любые изменения в поведении своего ребенка, уделите хотя бы 15 минут в день для разговора, даже, может быть, на ваш взгляд, пустякового, но будьте рядом с ребенком. Никто иной, как вы, вы являетесь ресурсом своего ребенка. Обнимайтесь чаще, мне хочется сказать, и будьте своему ребенку всегда не судьей, а адвокатом, потому что это ваш ребенок, это ваше создание, ваше детище, и просто поддержите его и скажите, что любите. Мне кажется, это две вещи, которые нужны каждому ребенку. Всем слушателям и зрителям спасибо за внимание, всем хорошего вечера.